6 тысяч кубанцев пополнят ряды вооруженных сил нашей страны. В Краснодарском крае начался весенний призыв. О подготовке молодых людей к службе в армии шла речь на встрече Вениамина Конратьева с военным комиссаром региона Сергеем Пуликовским. Подробности в репортаже. Новобранцы из Краснодарского края считаются одними из самых востребованных. Они несут службу в самых различных войсках, в том числе и в президентском полку. Подготовке будущих солдат на Кубани уделяется особое внимание. Многие из них обучаются по программам на базе ДОСААФ. Для молодежи призывного возраста служить в вооруженных силах является не только долгом, но и почетной обязанностью. Это принципиально важно, что сегодня мы сохраняем эту традицию. Отдать долг Родине для того, чтобы в жизни чувствовать себя настоящим мужчиной и патриотом, и человеком, который на самом деле всегда, в любой момент может встать на защиту рубежей нашего Отечества. Именно такой подход сегодня максимально реализуется в политике края. Я думаю, что и в этом году тоже молодежь будет максимально подготовлена к службе вооруженных сил. Все вместе мы сегодня вносим, я уверен, достойный вклад в обороноспособность нашей страны, нашей державы. Не надо никому доказывать сегодня, что призывники с Краснодарского края являются самыми востребованными в вооруженных силах России, и на самом деле достойно представляют нашу Кубань, Краснодарский край вооруженных силах. На Кубани сегодня готовят специалистов для военно-морского флота, десантных вооруженных войск, формируют спортивную роту в Сочи. А не так давно в крае начали набор в подразделения Росгвардии. Мы начинаем конфликтовать, в том числе и уже подразделения Росгвардии. Первую группу, 28 человек, в 2017 году мы направили уже, и в этом году весной планируем еще 33 человека направить, конкретно где формируется подразделение нашей Росгвардии. То есть это подразделение будет ассоциироваться на территории Краснодарского края. Служить в армии стало модно, отметил глава региона. В подтверждение этому военный комиссар края Сергей Поляковский привел некоторые цифры. В прошлом году больше 170 молодых людей выбрали службу по контракту вместо срочной службы. А 3000 кубанцев повторно заключили договор. Кроме того, с каждым призывом у колонистов становится все меньше. Этому способствуют и некоторые изменения в законодательстве. Если, к примеру, молодой человек раньше скрывался от службы в вооруженных силах, 27 лет, когда он уже находил предел, он пребывал в военный комиссариат, военный комиссариат был обязан ему выдать все равно военный билет. Просто там не служил и все. То сейчас, если он на 27 лет скрывается, прибывает в военный комиссариат, ему вместо военного билета выдается справка. В этой справке написано, не служил, не имея на то законных оснований. Всего в прошлом году на службу в армию отправились почти 12,5 тысяч кубанских призывников. Около тысячи из них казаки. Анна Володина, телекомпания «Краснодар».